Было день рождения. А знаете, подарки? Как вот сам дарить подарки и принимать подарки? Такая сложная вещь. Вот. А тут просто угодили. И у меня, к сожалению, одна внезапно умерла. Вот реально внезапно. Вот я ее только что фотографировал, и вдруг я смотрю, белая. То есть у рыб бывает инфаркт, и дрожжабры не шевелятся. Вы знаете, большая тема день рождения. А я как-то говорил, что у меня один из друзей умер ровно за день до 50-летия. И что-то на меня это произвело такое впечатление, что я комплексовал. Я думал, что вот как бы мне пережить эти 50 лет. А вот когда пережил, у меня это ушло. Я могу с полной уверенностью сказать, что после 50 каждое следующее десятилетие лучше, чем предыдущее. От 50 до 60 было очень хорошее. От 60 до 70 это был мой пик, реальный пик. Физически я стал поднимать больше. Я покорил несколько вершин, когда молодые не доходят. Я много чего достиг в профессиональном уровне. Главный врач, вот тут я перед вами. Это были самые лучшие годы до 70. А вот 71. Но я обещаю мониторировать ситуацию, доложу вам, каким приходится десятилетие от 70 до 80. Планов громадье. Так просто я не сдамся. Во всяком случае, я буду царапаться. Вот это место позволяет мне не только бороться с депрессией, не только поддерживать физическую форму. Нет. Мне это дает жажду жизни. Я не хочу, я себя заставляю. Но встал, пошел, я сделал. И, конечно, после этого ты чувствуешь гордость собой. Вот железки. Ну, на самом деле, бессмысленное занятие поднимает. Но я уже много десятилетия этим занимаюсь, занимался хорошо на уровне мастера спорта. Но что это дает? Силу такую ненужную. И потом эти упражнения дают воспаление. В общем, я, конечно, делаю и сейчас. Не такие веса после травмы плеча. Потихонечку делаю. Но мой совет все-таки более функциональные нагрузки. Вот знаете, я на выходные ездил в Мурманскую область, в поселок Умба. И там один человек показал мне упражнения на кольцах. Вы знаете, в этой программе я первый раз встал на баланс. Я делаю какие-то вещи для себя новые. А может быть, именно потому, что меня так делают вроде лень одному. А вы смотрите. Упражнения выглядят... Я даже не знаю, на какие-то группы мышц. И получится ли у меня. На всякий случай я сниму очки. Так. А дальше смысл такой, что ты должен выпрямиться и на руках... Говорят, это для боковых мышц живота. А действительно, ноги ходят. И вот боковые мышцы держат. Потому что ноги хотят завалиться в сторону. Ладно. Для... Человеку под сто лет. Для первого раза. Клянусь, это была первая попытка. Я возьму, кстати, это в арсенал. И, кстати, в Мурманске мне показали еще одно упражнение. Ну, не в Мурманске, а в Умбе. Ну, там, молодой парень. Ну, в два раза больше меня. Оно борцовское. Я его знал, так видел. Никогда не делал. Так. Выглядит это вот так. Ну, вот. Не думайте, что это легко. На плечи большая нагрузка. Вот у меня на правое плечо я прекратил. Так что... Сегодня у меня зачет. Я вел два новых упражнения. Которых я никогда не делал. Надо было дожить до 67, чтобы выполнить норму жима лежа на уровне чемпионата России по моему возрасту. Я еще смеялся. Скоро я буду поднимать 100 килограмм и быть чемпионом, потому что если мне будет 100 лет, кто еще в взрослой группе-то придет? А уж если 150, как было задумано, вот. Надо было дожить до 71, чтобы вести новые упражнения. И, кстати, я вам показывал уже упражнения, которые я вел за месяц. До 71 лет я. Дьявольские берпи. Давайте еще раз. Это гантельки. Вот они по 14 килограмм. Я доходил до 20. Но с ними чем опасно упражнение? Сорвешь спину, хана. И напрягаются не верхняя часть, а это именно ноги и спина. Выглядит это следующим образом. сейчас еще раз. То есть, наверное, вы уже поняли. Вот эта цифра в паспорте, это не более, чем цифра. И чем она больше, темно ее нафиг. Потому что она только программирует тебя на болезни, на пенсию, на старость, на немощность. Вот эти цифры мне тут привезли, повесили. Ну и что? Что с радостью? Что пользусь с них? Для меня это не больше, чем цифра. Даже отпускать не буду. Дело в том, врачи говорят, умные врачи, никогда не списывайте плохое самочувствие своего пациента на плохую погоду и на его возраст. Можно, как вы видите, в моем возрасте делать то, что недоступно многим молодым. Все зависит от настроения. Знаете, как говорил, я много раз, меня один подписчик так насмешил, написал, мне 45 лет, когда я вырасту, я буду доктором Мясниковым. На самом деле, я ведь не думаю о возрасте. Поэтому я живу, поэтому я пользуюсь, поэтому я поставил ноги вот в эти петли. Ну, мне же интересно, интересно, теперь я буду делать. А, кстати, я вам уже показывал, есть еще одно упражнение, которое я вел свою практику за месяц до своего 71-летия. Господи, как я не могу это сделать? Вот я говорю, зря, до дня рождения не надо эту цифру повторять, вообще не надо, а то потом начинается, тут не работает, это потому что ты старый, тут тоже не работает, ты старый, где-то еще не работает, все работает, пока ты об этом не думаешь. Как начинал задуматься, ничего работать не будет. Я это упражнение называю свечка. Ну, потому что похоже. Кстати, очень непростое, потому что держать такую планку, тут главное, что ты стоишь на плечах, попа должна висеть, висеть в планке. И было за что схватиться. Итак, за месяц до дня рождения я увидел вот это. И так несколько раз. На самом деле это для мышц кора, для внутренних мышц абсолютно незаменимое упражнение, потому что наружные мышцы накачать можешь, внутренние не получится. совет как человека, который идет по жизни впереди и по возрасту. Никогда не считайте, сколько вам лет. Всегда оставайтесь в душе ребенком. Помните заветы Д'Артаньяна отца, который он давал молодому Шарлю де Баасу. Ввязывайтесь в бой по любому поводу. Тем более, что дуэли запрещены и участвуют в них вдвойне рискованно, но и вдвойне почетно. Давайте независимо от возраста оказываться в бой по любому поводу и помнить заповедь доктора Мяснякова. Нет здоровых людей и нет больных людей. Больной тот, кто считает себя больным, а здоровый тот, кто считает себя здоровым. Если будем это помнить, исследовать, а девизом взять встал и пошел, то какие наши годы? Молодежь запыхается за нами бежать. Вы были в гостях у доктора Мяснякова. Мы встретимся уже через неделю. До свидания.